Учат меня на байке ездить. И сцепление отпустить можно, да? Но вот если ты остановился на светофоре, ты еще скорость не сбросил. Например, ты ездишь на третий, например, вниз-вниз-вниз до нейтралки, да? Уже подъезжаю к светофору, то есть я помню, что я ехал на четвертый. И я, значит, на четвертый еду, значит, я 3, 2, сцепление выжил, 3, 2, 3, 2, 1, нейтралка. То есть не нужно постоянно сцепление, отпускаешь, зажимаешь, отпускаешь, зажимаешь, то есть ты нажал и себе скорости понижаешь, да? А там не видно, да, их, ты должен запоминать, получается, да? Да, ну ты просто сам едешь. Только нейтралку видно, получается, да? Да, да. А так, ну ты, так же на механике, ты, когда же едешь, ты не смог, у тебя на приборах нету, на рычаге у тебя, ну, третье, понятно, допустим, или пятое, тебе, ну, уже когда привыкаешь, понятно. А так, я, например, на машине ехал, если была какая скорость, у меня, ну, достаточно было руку опустил. Угу. Вот здесь такого нет, здесь немножко это в голове держишь. Угу. И ты, ну, понимаешь... Ну, в любом случае, ты можешь опустить до нейтралки, всегда увидеть. Да, да. И потом, если надо, поднять даже, если, да, в этот же момент. То есть ты нейтралку проскочил, соответственно, ты первую включил, значит, ты ее раз вверху на... И поднял ты, такое тебе надо, да? Да, да, вот ты проскочил. А если вот ты вот промазал, например, с... Вот еду на четвертой, потом хочу понизить на третью, а вдруг перескочил на вторую... А ты не перескочишь. Ну, я понял, но, а если... Ты же говоришь, что можно нажать, понизить, понизить. Ну, ты опять таки, только принудительно, то есть ты ее не проскочишь. Ты ее можешь просто... Два раза, получается. Вот, я на два раза нажал, получается, и я забыл, что я это сделал. И я отпускаю сцепление, она не начнет дергаться, как машина. Начнет, если, смотри, если ты, наоборот, это... Если ты не разогнался, включил четвертую... Да. И трогаешься с четвертой, там, третьей... Да. Когда нужно вторую или первую, да? У тебя будет так, дергаться будет, да? Дергаться будет, да? Сцепление и еще ниже. Угу. Все, и туда поедет нормально, потихонечку, да? Да, да, да. Вот я сейчас прямо... То есть газовать не надо сильно, да? Аккуратненько. Вот я включил первую. Первая, да. Поехал. Вот так вот за три минуты рассказали, как пользоваться коробкой механической на мотоцикле. Я еще никогда не ездил. Сейчас буду кататься пару дней. Ага, я понял, как на машине. Да. Да. И сцепление. Да, да. Да, я понял. А скорость у тебя первая там, да? Да. А газ, газ ты вообще не жмешь. Чуть-чуть, да? Да. Угу. Сейчас мы на ту дорогу выйдем, чтобы... Забрался я в горы по бездорожью. Это просто жесть. Первый день на механической коробке. И меня угораздило заехать там, где вообще нет дороги. Зато классный вид. Выбрался на нормальную дорогу наконец-то. Это жесть. Но ни разу не упал. Слава богу. Байк не поцарапал. И это главное. И сам ничего не поцарапал себе. 360 градусов обзор с этой точки. Вау. Вот это я сегодня забрел маршрут, по которому ездят экскурсии джипы. Я не ездил на них раньше. А тут своим ходом на мотоке заехал. Это жесть. Но интересно. Дедушка из Германии со мной тоже ездит. Мы с ним встретились в горах. Мы доехали до Будды. Наверное одна из самых высоких точек на острове. Вот такой он. Против солнца. Такой вот вид открывается. Красивый. А он еще маленький Будда. Там еще куча разных маленьких статуй. вон там. Вон там. Вон там. Да. Высоко мы собрались. Здесь. Непопулярное место. Но популярное место. Где-то в горах. Смотри, Настя, кролик. Побежал. Побежал, побежал. Кушай. Кушай. Не пугай, сейчас убежит. А потом на обратно. А? На фестиваль правда хотел? Я тоже. Давайте я буду на тебя на ван. Давай. Мы едем в фестиваль. Кролик смотри. Ты куда дежишь? На колбасой. За колбасой. За колбасой дежим. А кто за колбасой? разгон берем больше о куда вы его гоните в лес кролик это был кролик настя и тушок ты слышал пукаряку они летают посмотри как они смешно так кудахтали да цицарки кто это такие не надо такое вот место здесь можно приехать взять палатку поставить и жить 200 бат по моему стоит в аренду палатка ну и место здесь тут живет один тайц может и не один короче такой кемпинг высоко на горе на май нами шикарный вид пройтись может закат увижу и и за кемпинг у у у а и а и и Закат с той стороны, а с этой стороны так отражается красиво над Панганом. До водопада нет. В Крыму есть, да. Смотри, закат там, а как будто он здесь, только за облаками. Смотри как отражается здесь солнце.